всем привет с вами кирилл и вы на канале кирилл ги мы сегодня у нас будет довольно таки необычное видео и да сегодня реально будет необычное видео не как я всегда говорю сегодня действительно будет очень необычное видео это будет не летсплей это будет разговорное видео но довольно таки очень интересное короче давайте я расскажу предысторию я короче лазил и хотел посмотреть есть ли у меня зимняя шапка вообще сохранилась или нет я сейчас бы открыл вам это но почему-то у меня сейчас интернет очень хреново работает и все очень плохо грузится ну в принципе неважно поверьте мне на слово и короче лазил и нашел там фотки свои крмп 2015 года там и скриншоты какие по майдингу и как по моему первому серверу на котором я начал играть и так далее я как бы сохранил себе если что вот я как бы себе их сохранил поэтому мы их посмотрим обязательно сегодня все посмотрим я буду комментировать возможно что-то вспомню вам расскажу короче пацаны с вас это лайки насчет амазинга расскажу чтобы вы там не переживали видео выйдет весь его завтра сегодня нам не выйдет крестью вас завтра выйдет видео как бы я там уже все расскажу сейчас ничего говорить не буду все пацаны с вас лайки там подписочка кто не подписан и погнали сегодня у минут 20 на строге короче по фоточкам крмп 2015 год итак думаю давайте начнем это первый скриншот это 06 на 5 пацаны 2015 год блин 2015 год помню я играл блин в крмп начинал ради это в крмп но это не как бы не первая фотка когда начал крым поиграть я просто этого не знаю как скринить поэтому я играл еще на этом сервере месяца 4 потом уже начал скриншоты короче делать их будет несколько это про сервер я помню про дрифт назывался вот про дрифт я не знаю если сейчас это сервере нет то я там довольно таки много играл на самом деле и сейчас я вам все это покажу я тут фоткаюсь на фоне короче значка gta кинон россия на бомбе я уже тогда пацана бомбе гонял просто раздавал бочком блин просто реально такая на ставье пацаны реально на бейки тогда гонял было все заебись я в принципе увеличивать не буду потому что здесь нечего увеличивать я думаю видно что 06 05 2015 год время 2 часа 07 минут принципе нормально так идем дальше следующий скриншот тоже у нас на про дрифт сервер будет крючки 20 вот эта пацаны будет помозил уже сразу предупреждаю они очень интересны поэтому посмотрите видео до конца и так ровча вот у нас крючки получается следующие продлифт тоже сервер тоже 06 спустя так понял три минуты до и спустя 3 минуты я заехал на верх и сделал здесь крючок на фоне башни останки но в принципе есть тоже никакой информации интересно нету поэтому идем дальше итак теперь Теперь я на парковочке сейчас нахожусь. Это парковочка в Южном, я её помню. Объясню, почему машины так стоят. Это я сфоткал свои машины, короче, которые у меня были. Это был чисто дрифт серии, такой фановый. Я тогда даже не знал, что есть РП, сервера. Но, в принципе, я думаю, понимаете, да, 2015 год. Как бы, тогда только КРМП становилось известней и известней. И вообще, я тогда ничего не понимал. Чисто заходил фаниться на этот сервер, постоянно здесь играл, покупал машин там и так далее. Здесь у нас Капиндос, Элегия, Марк 2 и Нива. В принципе, да, здесь тоже ничего интересного нет. Идём дальше. Здесь у нас получается какой-то скриншот. Я с чуваком с каким-то на Хантли. У него ник Мамба123, первая ID. Тогда там лайн небольшой был, наверное, человек 30-50. Но всё равно, блин, это был мой первый серверак, на котором я начал играть в КРМП, пацаны. В принципе, да. Я когда-то об этом видео снимал где-то год назад, но оно не очень зашло. Поэтому, ладно, проехали. Идём дальше. Итак, следующий скриншот тоже. Это я на Капиндосе, без капота. Такой блатной пацанчик. Блин, эти диски такие убогие сейчас выглядят. Вот реально. Я же раньше не знал, что есть там всякие моды, модпаки там и так далее. И для меня это очень было круто. Я думаю, как и для всех в то время, в принципе. Итак, вот снова скриншотик. Я объясню, видите ли, там была парковка. Вот, давайте вам покажу скриншот, где он был. Вот. Мои тачки, в принципе, у нас было 06. Это у нас уже 15-е 06. А это уже у нас 07-ое, 05-ое, в принципе. Да, 07-ое, 05-ое, пацаны. Видите, скриншот 07-ое, 05-ое. Это у нас было, получается, апрель. Апрель, получается. Я начал, наверное, играть на этом сервере где-то в зиму, наверное, в феврале или в январе. Где-то я в такое время начал здесь играть, короче. Я помню, что я, честно говоря, даже не помню, как я узнал про КРМП. По-моему, от какого-то ютубера я узнал про КРМП и начал играть. И, короче, я постоянно менял свое место парковки. Я всегда там вместе их ставил. Я и в туннеле, знаете, там заброшенный метро есть. И там свои тачки парковал. И здесь. Где их только, пацаны, не парковал. Постоянно хотел, чтобы мои были тачки отдельно от всех. И у меня была своя парковочка. И постоянно их парковал. У нас здесь, получается, мясовозка, Иш. Потом BMW X5, Хантли, Mark II и Нива. В принципе, вот такой вот автопарк. Пять машин у меня уже тогда было, понимаете. Это было реально очень круто. И реально кэффол, что у меня таких тачек было много, типа, и так далее. Так, идем дальше. Тут у нас фотка с Капиндосом, в принципе. Там багажник открыт. Ну, в принципе, здесь ничего интересного нет. Это уже, пацан, другой сервер какой-то. Real Life. Честно, я этот сервер не помню. Я просто помню, что мне нравилась эта машина. Это Lanser, получается, 10. Он стандартный в криминалке. Это без мотпака, если что. И мне что-то нравилось. Какой-то Ultimate Real Life RP. Блядь, вообще не понимаю, что это за сервер. Честно говоря, не помню, что это за сервер. Тут даты у нас не видно, к сожалению. Ладно. Вот я на нем катаюсь, в принципе. Вот у нас тоже Prof Drift получается сервер. 05-05-2015 год, пацаны. 25 лямов на руках. Я не помню тогда, эти деньги ценились или нет. Ник у меня, смотри, какой был. Кирилл Собака УБИ. УБИ. Не знаю, что это значит, честно. Даже не могу вспомнить. И никак вам не скажу. Видите, вот писано, что я зашел. И видно, что я машину закрыл. Поэтому я понял, что это мой ник. И тогда можно было телепортироваться. Я телепортировался в Батырево. Так, идем дальше. Тоже обратно Real Life. В принципе, здесь ничего интересного нет. Копиндос тоже 06-05-2015 год. Ну, все скриншоты, пацаны, будут 2015 года, если что. Так, тоже на Компиндосе. Здесь Бернау делал. Такой крутой пацанчик. Здесь я сфоткался с двумя марками. По-моему, вот это мой был. А это я не знаю, чей был. В принципе, наверное, он просто стоял. Я в него сел и его открыл. Либо у меня было два марка. Я, честно говоря, не помню. Серьезно. Это я с Фрапса, да? Скриннил, помню. Лоу с Фрапса. Ну, такое. Так, 26-06, пацаны. Это уже, получается, конец июня. 19-19. Нормально, что. Так, здесь я тоже на ProDrift сервере. Если что, это, пацаны, не главное, это просто первый сервер, на котором я начинал играть, как бы. Я же не буду замазывать, типа, сервак, там, и так далее. Это чисто разговорное фановое видео, поэтому, я думаю, вы все поймете. Я здесь стою на башне Станкина, на самом верху. Вот джетпак, кстати. Ну, понятно, как я сюда залетел. Хотя не помню, откуда джетпак. По-моему, там какая-то кнопка была, чтобы джетпак брался и так далее. Короче, я здесь стою. Скинь рыжика, там, и так далее. Ну, нормально, что. Так, следующий скриншот, это была VIP, пацаны, парковка. Я помню, да, это была VIP-парковка. И на нее только могли заехать чуваки, у которых был VIP. И на нее попасть реально некогда было. Ну, только, наверное, с джетпаком. И, типа, я сфоткал машину. Это, по-моему, была машина-основатель, номера КАК-3Семерки. Так, идем дальше. Во, я помню эту тачку, реально, пацаны. Я помню эту тачку. Мне эту машину, по-моему, подарила основатель. Я тогда так радовался, просто жестко, реально. Я тогда жестко радовался, типа, вот у меня такая тачка, там, и так далее. Я реально был в шоке, когда мне ее подарили. Тут, видите, такой ярко-зеленый цвет, неон зеленый. И я возле дома бабаюшки фоткаюсь, и, бась, заебись просто. Реально, тогда были золотые просто времена, пацаны. Так, снова Real Life. Ну, здесь ничего, в принципе, нет. О, час ночи игра. Нихуя себе, в 15-м году час ночи, и, бать, пиздюки, бать. Играет в Каминалочку. Нормально, что? Так, следующий скриншот у нас тоже на ProDript. Это, получается, возле 8 бит. Тоже парковочка такая была. Я не помню, это Ленин, по-моему, если я ошибаюсь, пацаны, то извиняйте. Вроде бы, как это Ленин. На Капиндосе здесь все дела. Так, вот это уже интересно, пацаны. Давайте я даже приблизю для вас специально. Так, здесь такая херня была. Ты парк нажимала. Какая-то, типа, телка зашла. Я не помню, что тогда вообще было. Короче, типа, ты парк нажимала. Она пишет, да. Ты в натуре девушка? Я пишу ей, типа, в личное сообщение. Ты в натуре девушка или нет? Скажи честно, блядь. Сука, ну такое. Она пишет, настоящий. Настоящий я. Настоящий я. Мне кажется, это по-любому был транс. Но я же тогда не знал, что в КРМП играют в основном пацаны. Я же тогда, блядь, вообще не понимал, что это за игра. И кто здесь играет. Ну, я знал, что здесь играют, типа, люди там и так далее. Но я не знал, что это может быть не девушка. Я был тогда такой доверчивый и так далее. Ну, думаю, как и все. В принципе, тогда развод, я думаю, жесткий по этой теме был. Типа, девушка там и так далее. Какая-то Эвелина Белова Собака 890. Настоящая. Я пишу, что-то приятно было иметь с тобой дело. Что мы там с ней делали и почему мне было приятно иметь с ней дело? Я, честно говоря, не знаю. Можете даже не спрашивать, пацаны. Я реально не знаю. Что мы там с ней делали и почему мне было приятно с ней иметь дело? Я, типа, улыбаюсь. Малик написал. Ну, короче, на этом сервере был именно общий чат. Следующий скриншот. Это мы возле башни Станкина. Да, ведь ее скриншот я забабахал, короче. Павел Зайцев и Ленар Галявиев были тогда основателями. Я, по-моему, к ним еще писал, типа, что я ютубер там и так далее. Неважно, пацаны, неважно, в принципе, да. Конечно, мне никто не там не давал. Мне тогда было, наверное, подписчиков 150. У меня тут 19 лямов. Какие-то ники. Не знаю, может кто-то себя здесь узнает. Вот, пацаны, напишите в комментариях, кто играл на этом сервере. Мне реально будет интересно узнать. Если кто-то играл еще кроме меня, это будет реально круто. Так, идем дальше. В принципе, следующий скриншот. Это я, получается, за Рзамасом. На Гоночной трассе. Я помню, ездил сюда катался. У меня был Марк. Кстати, да, вы видите, этот Марк. ВТТ-520. Ну, в принципе, здесь ничего интересного нет. Так, это я в СТО. Так, а вот самое, пацаны, интересное. Это два скриншота. Последний сейчас будет, пацаны, по Амазингу. Итак, это Амазин, пацаны, 2015 год. Примерно июнь. Ну, примерно июнь, либо июль уже. Я точно не помню, потому что здесь некак посмотреть. Про тайм я вообще тогда не знал, поэтому, как бы, да. Короче, такая тема была. То я вот катался, такой, еду на спаун. И смотрю, здесь великов дохуища. Видите, я даже заскринил это. Вот здесь после даже по мини-карте, вот, давайте я вам покажу. То их там просто дохуища, смотрите, просто. Их, наверное, штук там 200 стоит, видите. И все, кстати, дома, видите, выкуплены. Их что-то реально штук 200 стояло. Я реально заскринил это. Это был мой Запорожец. По-моему, это, наверное, была моя, да, первая машина. Потом была Таврия, потом Семерка. Ну, короче, сейчас поймете. И, короче, они решили делать рестартер. Видите, Иван Наумов, рестарр по тех причинам. Извиняемся, через минуту. И тут какой-то администратор, Кирилл Гордеев, пишет, заканчивайте работы. Хотя вот он где-то здесь, видите, типа, всем можно участвовать. Он спрашивает, не знаю, в чем участвовать, скорее всего, либо МПшка, либо еще что-то. Он пишет, типа, потом да. Хотя можно было веб-чат написать, ну ладно. А где можно право получить, где-то чувак орет, да, или пишет, вот. Не, ну, блин, реально, тогда были золотые времена, пацаны. Кто бы что ни говорил, в 2015 году на Мазинге гораздо было лучше играть и приятнее. И если даже вернуть старый домик деревни, атмосферу вы не вернете, потому что атмосферу тогда делали игроки. Тогда никто ничего не понимал особо. Это было очень интересно играть, потому что это не было развинутым. Как бы, Мазинг не был развинутым очень сильно, и КРМП в общем. И тогда очень было интересно играть и так далее, в принципе. Я думаю, вы понимаете. Здесь, видите, куча просто этих великов. Ну, реально их много. Видите, они еще вот так вдаль идут, и там дальше, дальше, дальше еще. Ну, короче, прикольные были времена. Сейчас, пацаны, самый будет интересный скриншот, это скриншот моей статистики, моего первого аккаунта на Амазинге, короче. Вот, мой первый аккаунт, пацаны. Я то играл под ником Кирилл Путбуль, получается, да? Хотя на ProDrift я сначала под вот это Кирилл Собака там УТУБИ играл, потом под ником просто Путбуль, потом Кирилл Путбуль, наверное, был. Ну, тогда я вообще не знал про EPS игра, поэтому я ник писал чисто от балды. И, короче, вот, здесь мой первый аккаунт Кирилл Полканов. Я не помню, что с ним случилось. Потом второй аккаунт на Амазинге, это был Кирилл Путбуль с двумя L, а потом уже Кирилл Путбуль с двумя L, из-за того, что я тогда вернулся, короче. Потому что аккаунт Путбуль, точнее, Кирилл Путбуль с двумя L я тогда разыграл, там еще видос на канале есть, в принципе, можете его найти, там, я разыграл аккаунт. Ну, в принципе, не важно, мне тогда было подписчиков 200 примерно. И, короче, вот мой аккаунт Кирилл Полканов, вот, может, кто-то еще вспомнит меня еще туда. Восьмой уровень, 5 из 32 очков, деньги 20 тысяч, деньги в банке 948 рублей, мой счет 1975, это, а, мобильный счет. Номер телефона 576424, уровень розыска 0, наркотики 4, патронов 0, металл 0, наркозависимая 16, пол мужской, организация, ну, тогда про организацию вообще можно было не вспоминать. В рэп, пацаны, были золотые времена просто, я помню эту семерочку, я на ней еще подарки собирал, вроде бы как. Здесь у нас Ауди, для меня Ауди, ты знаешь, это вообще была недосягаемая цель. Самая крутая машина те года для меня была, это джип, короче, это джип, по-моему, это раньше, после джипа, по-моему, это был Range Rover Sport, короче. Значит, это моя самая дорогая машина тогда была, но потом, когда я вернулся, я быстро развился, как бы, и так далее, в принципе, у меня было много тачек дорогих, я всегда старался покупать самые дорогие машины. Ну, в принципе, вот такие пацаны, вот, скриншотики, в принципе, немножко мы с вами понастригировали, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok